Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, знаю, что однозначного ответа я не найду, но не откажусь от совета. Однозначный ответ, кстати говоря, вы можете найти, но только сами, с помощью психолога. А вот советы психологи не дают. Но я не люблю обращаться такими подростковыми фразами, которыми дети бросаются в переходном возрасте, но иначе не описать, кроме как потери себя. Почему это подростковая фраза? Это вполне нормальная фраза. То есть вы здесь, получается, что обесцениваете свои какие-то некие порывы или наоборот, оцениваете и подавляете их. Не буду говорить о самореализации, идеях, о будущей карьере, не знаю чем заняться и т.д. Такая страна вопроса есть, но с ней чуть понятнее. Поэтому я сокращу только до непонимания своего места в социуме. Я не очень, честно говоря, понимаю, что значит понимать свое место в социуме. То есть это предполагает наличие какого-то определенного места, которое вы занимаете и все. Так не бывает. Вместо в социуме человека оно разностороннее, оно может быть разным, оно является сквозным, оно не является чем-то статичным. И меняется с возрастом, с изменением социального и прочего положения. Стильно писать это, но все 19 лет я будто копировал каждого человека, все меня что-то однажды связало и мы сдружились, из-за чего я не вижу в себе личности. Копирование другого человека связано с некой мотивацией. То есть вы почему-то выбирали этого человека копировать. Идея заключается в том, почему вы выбирали человека копировать. Ну не просто же так, правильно, вы это делали. Дальше. Я не вижу в себе личности, не вижу вообще никого. Ну знаете, вообще-то увидеть в себе личность, честно говоря, не так просто. Дело ведь в том, что человек не может на себя посмотреть. Он замечает какие-то вещи в себе, замечает какие-то вещи уже под фактом. И сравнивает, нравится с тем, что ему хочется. То есть как бы даже не сравнивает, а сопоставляет. То есть тут у вас про требования к себе. На фоне общих интересов я сходился с человеком, начинал общаться. Определенный период наше общее увлечение является звеном, что нас связывает. Это верно. Действительно, то, что вас связывает, является общим звеном, это верно. Но потом, потом, по прошествии какого-то времени, это звено, оно, на мой, по крайней мере, взгляд, должно, скажем так, должно представлять из себя, я бы сказал, некий такой трамплин. Да? То есть, используя звено, я делаю шаг вам навстречу. Вы этого шага не делаете, судя по всему. Судя по всему, вы остаетесь вот в позиции этого звена. То есть вы не идете вперед, вы не идете, не идете на, ну, грубо говоря, на сближение. Понимаете, да? Какая же, какая история. Вот. И это уже очень важный момент. Почему я не иду на сближение? Вот. Почему я не иду на него? Почему я не перехожу? Вот. Дальше, ну, вперед. Так, затем это увлечение уходит с возрастом. Звено теряется и все, что делаю в таких случаях с моим каждым другом, начинал неоответственно копировать его. Да, чтобы удержать. Других способов взаимодействовать нет. На межличностное общение вы не переходите с самим человеком, вы не взаимодействуете. Потому что не взаимодействуете с собой, не слышите себя. Ему манеру говорить, мнение по какому-либо вопросу и так далее. Не знаю почему, наверное, страшно сказать индивидуально. А откуда этот страх? Почему вы думаете, что это страшно? Так. Итак, наши люди, кого я знаю с 3-7 лет, медленно, но верно отдали от самого понимания, чем даже и поделиться друг с другом. Правильно. Прям с вами нечем делиться. Чтобы делиться, нужно слышать себя. Сейчас я заканчиваю первые курсы в университете. Не могу сказать, что отношения с однокрупником сложились плохо. Но и с теми несколькими людьми, с кем я поддерживаю контакт. Плотнее чем с другими. Я чувствую, что выжимаю себя, когда раз с ними общаюсь. Вам сложно. В чем сложность? Я не хочу их отталкивать, терять. Но и интересного ничего не рассказать не могу. А что значит интересного? Что вы вкладываете в это? Что такое интересного? Не знаю, как они. Я в себе вижу только простоту. Вы себя не слышите. Кстати говоря, просто да, это защитная реакция. За простоту всегда что-то есть. Не могу нормально подоставить беседу и выразить свое мнение. Опять же, чего-то боитесь, все равно. Я просто не знаю, какой модели поведения я должен следовать. Почему должны? Какой модели поведения вы хотите следовать? А здесь надо слушать себя. Где быть увереннее? Где добрее? Где чуть-чёще? Где, например, остается проживать, а где нет? Там, где хочется. Почему вы думаете, что есть какие-то правила? Почему вы думаете, что есть какой-то универсальный рецепт? Этого нет. Вы захотели, вы сделали. Но не обязательно результат хороший. Итак, со многими эмоциями. Ну, у вас есть проблема в эмоциональной сфере, да. Не могу ходить по тонкой грани, когда или начинаешь развивать себя определенные черты, чтобы стать лучше и начинаешь нагло уколпировать кого-то. Это вот то, что вы описываете, это запрос на психотерапию. Не знаю, что делать. Выбирайте психолога, начинайте консультироваться. Это точно вам поможет, потому что никакие советы вам здесь не дадут ничего вообще. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.